Крошечная девочка Крошечная девочка Крошечная девочка Жамал затерялась в потоке беженцев и только счастливая случайность столкнула ее с Жилбеком. Но к тому времени путь на восток был отрезан и они оказались в окружении. Оставшиеся живых солдаты и командиры ушли в леса, чтобы там продолжать борьбу с врагом. Здесь они вскоре присоединились к партизанскому отряду. Трудные переходы, частые схватки с оккупантами изматывали партизан. Тяжелее всех приходил Жамал. Она ждала ребенка. Партизаны и радовались предстоящему событию и горевали, что ждет маленького человека в это страшное грозное время. Каждый партизан в отряде знал о положении Жамал и каждый старался сделать всевозможное, чтобы подбодрить ее. В конце ноября 1941 года партизаны сделали вылазку в село и разыскали там человека, взявшегося укрыть Жамал в своем доме. Этого патриота звали Петром. Партизаны потом назвали его Петькой. Жамал тайком пробралась в дом Петра и вскоре у нее появилась дочка. Жена Петра Ася назвала девочку Майей. Жамал тяжело болела, и все это время за ней и за ее крошечной дочкой ухаживали Петр и его жена. Даже когда Жамал поправилась, они не хотели отпускать ее. Трудно было представить, как Жамал будет жить в глухом лесу, где нельзя даже протопить землянку, чтобы не навести наслед карателей. Но Жамал военнослужащая, жена командира, и ее никак нельзя было оставить в селе. Окупанты немедленно расстреляли бы ее, не пожалели бы и крошечного ребенка. Вскоре с помощью жителей села Жамал переправили в отряд. «Нам прибыло подкрепление», – шутили партизаны. «Держись теперь, фашист!» Так, первые же дни своей жизни, маленькая Майя стала партизанкой. Ей, как и взрослым, грозила пуля, осколк снаряда, голод и холод. Жизнь в нее висела на волоске. Однажды в походе произошел случай, всполошивший весь отряд. Партизаны перебирались через реку. Жамал с маленькой дочкой ехала верхом. На середине реки лошадь испугалась. Шарахнулась в сторону, и Майя высколзнула из рук матери. Партизаны услышали пронизительный крик «Жамал» и кинулись в поток, где подбрасываемыми волнами кружился сверток с ребенком. Майю спасли. И трогательно было видеть, как огрубевшие на войне люди один за другим подходили к еще не опомнившейся от страшного испуга матери и просили показать им малютку. «Ну-ка, покажи партизаночку», – с улыбкой говорит пожилой усатый боец-украинец. И тянется к личку Майи. «Ничего, добрая будет девчина. Смотри, какой героический подвиг совершила. Поток пригнула». А однажды в тяжелом бою Жамал отстала от своего отряда и заблудилась. Три дня бродила она с дочкой по лесу, занесенному глубоким снегом. Обе страшно проголодались. Ножки Майи стали замерзать. Так бы и погибли они, если бы их не встретила в лесу партизанка Лидия и не привела в свой отряд. Это был отряд партизана Данченко. Здесь Жамал встретилась со своим старым товарищем, разведчиком Киргизом Идиатом Усеновым. Идиат полюбил девочку, как родной отец. Он укачивал ее по ночам, чтобы вражеские лазучики не обнаружили партизан по плачу ребенка. Иногда приходилось в редкие покопах. Небольшой отряд вскоре превратился в крупную партизанскую бригаду, которой командовал Галюга. Народные мстители начали проводить сложные операции, вступать в серьезные бои с оккупантами. Фашисты бросали на партизанские войска десятки самолетов, так как наземными силами уже не могли исправиться с ними. Теперь в лагере все чаще и чаще раздавались воздушные тревоги. Воздух, самолеты – эти слова настолько прочно вошли в будничную жизнь партизан, что их запомнила даже маленькая Майя. Первое слово, которое произнесла в своей жизни девочка, было «не мама» или «папа», а «самолет». В октябре 1943 года партизанская бригада соединилась с регулярными частями Красной Армии, а после войны родители Майи переехали в свой родной город Павлодара. «Маленькая партизанка выросла, успешно закончила среднюю школу. Когда она вспоминается мне, то я невольно думаю, какой сильный, человечный и благородный наш советский народ». В жестокое время войны партизаны сумели сохранить жизнь и здоровье не только матери, но и ее крошечной дочке. Они, не задумываясь, пошли бы на смерть, если бы в жизни маленькой партизанки, как все называли ее в отряде, угрожала опасности. И они поступали так много раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова